тише едешь дальше будешь или тише едешь и никогда не доедешь и это следующее видео из плейлиста про знаки зодиака я думаю что вы уже поняли что говорить в этом видео мы с вами будем про знак зодиака телец его характеристики и принцип действия и если ваш асцендент или простыми словами восходящий знак находится в тельце а также в тельце находятся другие планеты вашего гороскопа то это видео однозначно будет для вас актуально а это канал astro guide твой проводник мир астрологии простым и современным языком я его ведущая александра ващилка поехали и так телец это второй знак зодиака в зодиакальном круге но первый представитель стихии земля по сути это знак связан со вторым домом в астрологии поэтому телец отвечает у нас за материальные ценности за накопительство за финансы и таким людям очень важен уровень их комфорта я надеюсь что вы посмотрели уже видео про стихи и знаков зодиака ссылка на это видео будет в описании под этим видео поэтому вы можете перейти по той ссылке посмотреть его и в том видео мы с вами говорили что первые знаки зодиака каждой стихии это овен телец близнецы и рак это люди которые нацелены в первую очередь на себя поэтому для тельцов важно накопительство именно их финансов пополнение именно их кошелька которая будет выступать гарантом именно их комфортной жизни они жизни окружающих людей поэтому такие люди однозначно стремятся к стабильности и к чувству безопасности устойчивость это пожалуй одна из самых характерных черт тельцов эти люди как бы коренятся в земле несмотря на турбулентные времена и ничто не может вывести их из равновесия они как правило не торопятся с решениями они анализируют их вдумчиво по сути вот взвешивая каждый аспект вот и представьте себе теленка который очень плотно стоит на земле на своих четырех ножках он в какой-то степени неповоротлив и его тяжело сместить с этой точки поэтому и такие люди не всегда легкие на подъем и не будут сходу сломя голову гнаться за достижением какой-то цели сначала надо сесть покушать потом спокойно и не торопясь все обдумать проговорить и уже потом опять же пошагово и не торопясь приступить к выполнению своих обязательств или к исполнению своего плана но пошагово постепенно и серии тише едешь дальше будешь такие люди могут быть прекрасными антикризисными управляющими так как способны сохранять ясность ума даже в самых сложных ситуациях но опять же этот неповоротливый теленок характеризуется стойкостью упорством и надежностью они могут быть невероятно терпеливыми и готовыми работать долго и упорно чтобы достичь своих целей неудачи ну не сбивают их с пути они готовы преодолевать разного рода препятствия шаг за шагом пока не достигнут своего успеха и эта стойкость и решительность делают их отличными работниками и бизнесменами однако тельцы могут быть достаточно медлительными в принятии своих решений потому что им важно взвесить все за и против но как только они примут решение то будут придерживаться его до конца и тельцов очень тяжело сдвинуть с места если телец решил что именно так должно быть что именно эту цель стоит достигать то медленно но верно маленькими шишками он будет идти к своей цели но если например вы решили переубедить тельца или отговорить его от какой-то идеи то вам по новой придется садиться за стол переговоров и обсуждать новую стратегию тельцы хоть и упертые но они упертые в достижении целей и этот путь достижения каким бы долгим и мучительным не был их это не пугает тельцы не боятся рутины и для них это не всегда плохо так как они часто находят удовольствие и положительные моменты в таких делах тельцы также могут быть чрезмерно упрямыми если они что-то решат обычно они идут до конца даже если это может оказаться неверным путем их упорство может быть силою но также и слабостью но они не действуют по принципу упертый как баран упертый как баран это по сути овен который несется куда ни попадя лишь бы нестись а с тельцом всегда можно договориться переубедить по новой сесть вот за стол переговоров и обдумать новую стратегию главное чтобы эта стратегия учитывала интересы в первую очередь тельца и на первом месте вот был были комфорт безопасность и так далее и благодаря своей способности к финансовой устойчивости благодаря своему умению управлять ресурсами тельцы способны создавать эту финансовую стабильность и безопасность для себя и своей семьи и на самом деле к таким людям всегда можно прийти за советом и этот совет будет дан не с бухты барахты то есть от тельцы абсолютно основательно подойдут к рассмотрению вашего вопроса но они опять же будут рассматривать ваш вопрос представляя себя на вашем месте то есть вот как бы со своей колокольни и как они бы решали вот этот вопрос будучи на вашем месте то есть учитывая комфорт и безопасность и очень интересно наблюдать за этими рассуждениями и к таким людям действительно можно прислушаться если вы хотите приобрести некую стабильность в своей жизни потому что существует такая категория людей которая вот привыкла жертвовать собой своими ресурсами просто это ну скажем так по природе такие люди получаются и вот советы и мировоззрение тельца может очень помочь этим людям ну которые особенно любят пребывать состоянии жертвы но тут по сути со стороны тельца можно ожидать только советы а на быстрые действия с их стороны не рассчитывайте тельцы достаточно практичны и они не склонны каким-то фантазиям а предпочитают реальные и проверенные методы и мы с вами конечно же помним что тельцы это надежно знак зодиака то есть такие люди не придадут и с ними действительно можно поделиться чем-то наболевшим какой-то тайной информацией какими-то секретиками и этот разговор сто процентов останется между вами или за семью с замками и мы с вами также знаем что у каждого знака зодиака есть конечно же планета управитель которая за ним присматривает и дарует ему свои качества вот и тельца планета которая им управляет это красивая и эстетичная планета венера венера с одной стороны считается как бы женской планетой но если вы мужчина с восходящим тельцом это еще не значит что вас присутствует как-то очень много женственности нет благодаря венере и мужчины и девушки тельцы наделены очень хорошим вкусом и чувством стиля что делает их внешне очень привлекательными и гармоничными и такие люди ценят красоту и у тельцов есть вот невероятный потенциал для творчества и искусства то есть планета венера придает им такое врожденное чувство красоты и эстетики и они могут быть отличными художниками музыкантами дизайнерами и им тоже важно чтобы вот вокруг царила вот эта красота то есть дома на работе в ресторанах местах где они отдыхают тельцы не пойдут абы куда то есть должна быть комфортно уютная красивая и эстетичная обстановка вокруг эстетичные виды но они также предпочитает качество количеству то есть даже если телец покупает диван помимо того что он должен быть модным и стильным он также должен быть комфортным чтобы например не затекла спина пока ты на нем сидишь или место всем хватало до чтобы все поместились на этом диване и конечно за счет того что тельцы находятся под присмотром венеры они склонны создавать и наслаждаться красотой и гармонией во всех ее проявлениях то есть многие тельцы имеют очень глубокую связь с природой они могут быть отличными садоводами и также ценят какие-то вот спокойные моменты проводя время на природе и особенно тельцам нравится отдых именно в кругу семьи и близких им людей потому что тельц это все-таки про семейные ценности которые очень важны для них и которые они оберегают поэтому они с удовольствием могут поехать на шашлыки со своими друзьями за город либо например пригласить гостей к себе на участок и устроить такие семейные посиделки либо например рвануть в путешествие и там отдыхать расслабляться своей компанией но именно своей компанией не чужой компанией и тельцы вот все-таки это компанейский знак но компанейский по отношению к тем людям которые входят в его скажем так семейный круг не для всех телец будет так стараться как для своих родных и близких тельцы это мастера создания уюта в доме им нравится иметь комфортное пространство где можно расслабиться и наслаждаться жизнью и тут вытекает еще одна скажем так характеристика тельца это его чувственность тельцы на самом деле чрезвычайно чувствительны к физическим удовольствием и разного рода впечатлениям еда музыка прикосновения все это имеет очень большое значение для представителей этого знака и они действительно могут быть настоящими гурманами и ценят хорошую кухню и тельцы кстати на самом деле это сами очень хорошо готовят и за счет того что они очень любят хорошо покушать поэтому начинают интересоваться собственно разными рецептами иногда даже брать уроки у шеф-поваров либо самостоятельно экспериментировать как-то на кухне чтобы порадовать себя и свое окружение новыми кулинарными изысками и вот как мы говорили у тельцов есть все-таки талант к искусству вот это искусство они могут тоже применять по отношению к еде и как это в итоге выглядит финально на тарелке то есть в целом эстетика искусства может быть проявлена абсолютно в разных аспектах жизни тельца например в классических вариантах это интересы к живописи музыки либо иным дизайнерским вещам разного рода каждому тельцу на самом деле будет свое но главное чтобы он получал удовольствие от жизни однако чрезмерное увлечение чувственными удовольствиями может привести к излишеству и материализму то есть тельцы могут слишком сильно зависеть от материальных вещей и комфортно и тут важно научиться находить баланс между наслаждением и разумным управлением ресурсами но каждый знак зодиака может работать как в плюс так и в минус то есть направлять свои черты характера как положительное русло для решения каких-то вопросов так и в отрицательное если переусердствовать и это можно отслеживать осознанно чтобы не навредить себе вот например какие теневые черты у нас есть у тельца это в первую очередь упрямство и хорошо когда это упрямство направлено на достижение цели но тельцы могут переборщить с этим упрямством поэтому все-таки важно садиться за стол переговоров и слышать вторую сторону не обязательно принимать эти сведения сразу к действию тем более что это не совсем не про тельцов но выслушать оппонента подумать и возможно выработать какую-то новую стратегию в своих действиях лишним однозначно не будет также медлительность это вторая черта которая может сыграть злую шутку с тельцами потому что есть риск скажем так профукать удачный момент и своевременно не принять нужное и значимое решение и третье это конечно материалистичность постоянное стремление к комфорту может сделать из тельцов слишком слишком зависимых от материальных вещей и это материальная зависимость может приводить в итоге к жадности и излишней зависимости от комфорта что естественно повлияет на взаимоотношения тельцов с их окружающими людьми на их состояние и так далее поэтому важно все-таки замечать красоту комфорт и эстетику в нематериальных вещах этого мира в том числе научиться находить баланс между материальными и духовными ценностями если мы поговорим про отношения то в отношениях тельцы конечно же самые преданные и верные друзья они ищут партнера который в целом поддержит их в их жизненных целях начинаниях разделит их стремления к стабильности также они готовы сильно вкладываться в отношения ожидая того же от партнеров взамен то есть тут речь идет и про личную жизнь и про дружбу потому что тельцы это надежные устойчивые и уверенные в себе товарищи их стабильность и надежность делают их на самом деле очень ценными друзьями и партнерами тельцы это также отличные друзья и партнеры и на них всегда можно положиться а их чувственность делает из них прекрасных компаньонов с которыми приятно наслаждаться жизнью да приятно сходить в ресторан приятно куда-то съездить на отдых и в отношениях тельцы часто стремятся к надежности и уюту стараясь создавать стабильное и гармоничное надежное окружение вокруг себя и несмотря на то что тельцы могут показаться достаточно серьезными и стабильными как мы с вами обсудили у них хорошие все-таки чувство юмора они прекрасные собеседники и всегда знают как поднять настроение другим людям и вот представьте себе такую картину вы встречаетесь человеком сразу чувствуете что вокруг него царит какая-то вот невидимая аура стабильности и спокойствия и вот эта стабильность и чувство надежности передается энергетически именно от тельцов всем окружающим тельцы также они ценят семейные традиции и на самом деле у них сформирован прочный фундамент для построения долгосрочных отношений поэтому если говорить про партнерство то конечно в первую очередь тельцам будет хорошо ладить с девой и козерогом потому что это знаки стихии земли и они как бы будут ну скажем так на одной волне а также для тельца противоположным знаком является знак скорпиона и по сути это такая кармическая ось что один партнер по тельцу транслирует стабильность надежность наличие ресурса а второй по скорпиону в паре находится постоянно в каком-то жизненном кризисе либо постоянно рискует своим благополучием хочет например свернуть горы и при этом разрушает себя и вот формируется такая очень интересная ось когда один учит другого своим качеством но этот фактор мы все-таки наверное более детально разберем с вами в другом видео поэтому друзья обязательно подписывайтесь на этот канал и изучайте другие видео на канале это канал астрогайд я его ведущая саша ващилка и до новых встреч шашлычок под коньячок